Внедрение схемы обращения с отходами проходит период отладки. Потребовалось вносить поправки в базу начислений по новой коммунальной услуге, какой стала вывоз мусором. Тему платёжек вынесли на еженедельное оперативное совещание. В январских квитанциях, разосланных по частному сектору, площадь жилых помещений не соответствовала фактической, а в некоторых в расчёт принимались бани, гаражи и санитарные комнаты, не относящиеся к жилым постройкам. Допущены ошибки и в реквизитах единого оператора Хартия. Исправлять неточности владельцам загородной недвижимости придётся в частном порядке. Не дожидаясь, пока это сделают поставщики услуги, администрация муниципалитета составила алгоритм действий. Кроме привычных способов, он предусматривает подачу заявлений по электронной почте. Есть форма заявления, её можно найти у нас в соцсетях, её можно найти у нас на сайте, который отдел экологии сделал. Плюс свидетельство о собственности, фотоотчёта, подтверждающие, что это строение. Приложить, отправить по электронной почте. Проблемы с начислением услуги за вывоз с мусора возникли у тех жителей, кто не заключил договор с единым оператором Хартия. Для того, чтобы поправить ошибку, необходимо обратиться в Мособл и Ерце или в территориальные подразделения бывшей администрации, где такие заявления примут с подтверждающими документами. Приём обращения оперативно организовано во всех территориальных подразделениях бывших администрациях. Более того, руководство муниципалитета предлагает рекоператору назначить ответственных на местах, которые могли бы скоординировать жителей в спорных ситуациях. Региональная программа по ремонту подъездов получила продолжение и в городском округе Щёлково. Отремонтированы первые в этом году 19 подъездов. Это 5% от годового плана. Ремонт продолжается в 42 подъездах. Согласно плану ремонта подъезда на 2019 год, запланированным по поселению в Загорянском 16, в Пряново 42, в Монино 39, в Щёлково 260 подъездов. Выполнено 19. В настоящее время управляющими компаниями ведётся работа по согласованию собственных жилых помещений в МКД видов работ и цвета окраски. Одновременно с заменой окон и изношенной напольной плитки, жителям для профилактики предлагают установить на главной двери камеру видеонаблюдения. До конца года в городском округе запланировали привести в порядок 392 подъезда.